Здравствуйте, мои дорогие зрители! Моя зрительница Светлана Негулина из города Санкт-Петербург просила показать дом, где она жила в детстве. Уехала она в далекие 70-е годы и очень бы хотела увидеть свой дом. Я нахожусь на улице Светлого. Есть такая улица в Мурманске. Она вплотную примыкает к хромучленной зоне. Вот мы ее видим впереди и дальше. И начинается она вот с той стороны, от старого кладбища и проходит с юга на север, на север до реки Роста, где протекает речка в районе троллейбусного депо номер 2. Район это довольно старый, можно сказать, не просто старый, а уже устаревший. Дома здесь уже неприглядного вида. В основном пятиэтажные дома с малогабаритными квартирами. Ну, что положительного в этих домах, это дома не панельного типа, а полностью кирпичные. То есть они очень теплые. Чуть не упал. Видите, у нас еще снег. И мы будем искать улица Светлого, 12, корпус 4. Более сутки оказалась в этом районе. И поэтому могу исполнить просьбу. Хотя эта просьба уже прозвучала почти месяц или больше назад. Вот, не смотря на снег, я вижу, вырастают луковичные. Вот из-под земли показался такой сиреневый цветочек. Это кто-то позаботился. И там вдалеке еще есть и белые, и сиреневые. Кто-то из жителей любит природу. А так, естественно, лежит. Эта улица называется Светлого. А она так называет Светлого. Хотя у нас в Москве передокладает Светлого. Но правильное ударение Светлого. Эта улица у нас в честь революционера Якова Михайловича Светлого. Для меня стало выцелительным, что название улицы утверждается ночью в 1925 году. Но тут сидели. Раньше тоже стояли дома. И у нас осталась бывшая Кузанецкая. А потом назвали все прославленного Большевика. И в конце 50-х, 60-х годов тут началось массовое строительство таких вот домов. А вообще в этот район приходит такой упадок. Тут в основном снимают жилье против восточной национальности. Насколько я знаю, люди работают по уборке товарищей свиньками. Он теплый. А сама я хотела посмотреть. Вот это был бывший магазин Слуэт. Очень хороший магазин с престижным товаром. Но вообще на территории промзона развивается. Тут очень много сервисных магазинов. Инструменты для автомобилей. Здесь много настроек. Таких центров. Если идти дальше, то хорошие магазины есть для мужчин. Ну вот, а вам покажу и сама посмотрю. Еще вижу мир автомы, мир масел. А вот тут неудивительно. Дом покрыли. Покрыли. И он такой стал привлекательным. По сравнению с другими. Такие у нас еще кучи грязного снега. Наконец-то живется дома. Живет очень много акционеров, которые у них выехали из Муронска. Да и сейчас, наверное, восточных жителей уже будет поменьше. Все на горочках, при корочках все дома. Почему-то вот этот дом стали ремонтировать первым. Наверное, будут сдавать. Окна новые, все новое. Наверное, по переселению. Вот что можно сделать из старых пятиэтажек. Все тут поменьше. Козырьки подъездов. Все так даже кажется уютно. Поскольку дом хороший, площадку детскую сделали. Хорошую, современную дома. Вот так вот, пожалуйста, такие вот ярусы. У них дорог нет. Это у нас дом 8. 12, где-то не так далеко. Это садик. Между домами. В том доме у меня подруга проживала. Садила два в корпус пять. А мы идем в обратное направление. Давайте вот здесь пройдем. Впереди дом 10. Дом 10 это тоже, вероятно, садик. Почему-то так, рядышком в садике. Сегодня, ну, четвертая мама. Мы идем за мамой, Клен, чуть-чуть. Здесь же такой пройдет. Дальше руки все нерзают. Морозится небольшой. Ну, это же север. Так. Так. Далее, коркус. Коркус три. Здесь коркус один. Нет, давай просто не показывай. Потому что мы можем даже помочь точно в двести идти. так что вот светлана нашла я ваш дом он сразу 12 корпус 1 потом 12 корпус 4 ну более-менее метит по сравнению с другими покажу вам полностью обзор не знаю как как он из подъезда вы жили так там 1234 160 4 подъезд ну вот и вы хотели дорогу в школу честно с вами пойдем в школу и здесь вот тоже не дострой это был магазин орленок в нашем детстве и детская клиника что-то там всех разогнали разрушили хотели что-то достроить и вот этот недострой стоит жизни вот смотрите обозревайте все равно воспоминания детства тянут так я не знаю вот я пойду по дорожке другой тут нет видится у нас еще ледяные дорожки надо быть осторожным посмотрим что это за здание ну вот они пристроили к поликлинике задумки были большие но ничего не получилось потому что затухает этот район так часто бывает они развиваются другие нет вот пожалуйста в итоге получилось два обрушения здания Оргон старт, предлиник Орлёнов и новая. Ну, я думаю, нам можно пойти по этой дороге. Возможно, уже так шли. Продолжение вводит на кресло, колеса крутится от ветра. Дело встать хорошо, потому что моё мать хилю ужасу. Вышли от тех страшных домов, 12, корпус 3. Как-то странная нумерация. 12-й у нас один, потом друг 4, сейчас друг 3. Уходимся в домами, детский дом. И чтобы идти к школе, можно вот пойти на большой дороге. Несмотря на холод, птички чирикают. Все же повеселее. Здесь уже жилищная компания работает. Все чисто и с лавочки для пенсионеров. Ну вот, зайдем с тыльного входа. Я уже показывала, школа тоже в проекте, чтобы покрасить. Пока вот такой вид у меня. Тоже мальчик восточного типа пошел в школу. И дети там такие же гуляют. Надеюсь, страна, я исполнила вашу просьбу. Не знаю, какие вы будете уходить в школу. А то, что масса, которые liability, ну и хорошо неписают тебе. Не знаю, наверное. Когда историяе, уни toes of the bonito. Если вы думаете о том, какой-то еще, какой-то момент. Значит, бутылки вас не исполнили. Нет, нет, нет. Нет, нет. Субтитры создавал DimaTorzok